Производство за колючей проволокой. Условия работы и содержания в женской исправительной колонии номер 5 проверили уполномоченные по правам человека в Чувашии и Татарстане. Все без этого козюмы, кумки, кироги, селя, жакеты, башни. Все это своими руками шьют осужденные исправительной колонии номер 5. Ежедневно в две смены женщины изготавливают спецодежду для силовых структур республики. Но это в рабочее время. Свободная же каждая из осужденных может попробовать себя в художественной деятельности или, например, в ландшафтном дизайне. У нас 100% осужденных записались на кружковую работу. Полностью все учреждения занимаются и гимнастикой, и шейтингом, и другими видами деятельности. Всего в колонии более 600 осужденных, треть из республики Татарстан. Они отбывают наказание в колонии Чувашии, потому что на территориях республики нет женских исправительных учреждений. Во время визита уполномоченные по правам человека в Чувашии вместе с коллегой из соседней республики не только осмотрели условия содержания, но и провели прием. Все желающие могли задать свои вопросы, высказать просьбы и жалобы. Мы должны всегда с вами помнить, что осужденные, они лишены свободы, но не лишены своих прав. И вот те права, которые у них есть, то есть мы их защищаем, помогаем им, чтобы они чувствовали себя неброшенными, потому что все они должны вернуться на свободу и жить в обществе. То есть вот вопросы рециализации, вопросы сохранения семейных устоев, они очень важные. И вот наши визиты, они в первую очередь направлены именно на это. Чаще всего вопросы касаются условно-досрочного освобождения от срочки исполнения приговора, алиментных обязательств и здоровья. На встрече присутствуют администрации колонии и медики. Это помогает во многих случаях решить вопрос на месте. Продолжение следует...